Долги россиян по ипотеке превысили 12 триллионов рублей. 12 триллионов рублей. Это сколько бюджетов там страны? Бюджет 25 триллионов. Это полбюджета. А, полбюджета. Хорошо, полбюджета страны. Значит, это по итогам февраля. Она выросла на 2,3% в месячном выражении и на 27% в годовом. До рекордных 12 триллионов. Плюс 27% в годовом? Ну да. Ух ты. Не-не-не. Да-да-да. За год плюс 27%? Да, в годовом выражении, да. До рекордных 12 триллионов. При этом средний размер ипотеки впервые достиг 3,5 миллионов рублей. Но, естественно, недвижка-то растет. Растет недвижка. Согласно данным ЦБ, россияне в феврале оформили 135,7 тысячи ипотечных кредитов. Сколько? 135. 135,7 тысячи ипотечных кредитов, что больше показателей января на 42%. Ой-ой-ой. И меньше февраля на 6%. Это за месяц 135 тысяч? Или чем в прошлом феврале? Может быть, связь плохая, я не знаю. Проверьте там. Я вроде бы говорю. В феврале... Немножко в шоке, а цифр просто тысяч, извини. Не, я не ожидал такого поворота. Я думал, мы на дне, а там опять стучат. Да, да. Значит, больше показателей января на 42%. Да, в феврале больше, чем в январе на 42%. Значит, общий объем ипотеки составил 476 миллиардов рублей в прошлом месяце, в феврале. Что больше показателя годом ранее на 18% и больше, чем в январе на 45%. Вот такая печальная статистика. Ну, власть теперь может отрапортовать, что теперь долги по ипотеке не будут расти. Вы знаете, последний указ президента и решение правительства о увеличении льготной ипотеки до 12%. У меня была дискуссия, что это максимальное количество процентов, которое может начисляться по ипотеке. Но мы с вами должны понять, что максимального не может быть. Условно говоря, если, ну, к примеру, вы рассчитывали взять до того, как у вас, мы все увидели повышение ключевой ставки Центрального банка, льготная ипотека была 7%. Она должна была быть 6,5%, но ее подняли до 7%. И, чтобы вы понимали, за 7% взять было нельзя. Хотя она была льготной, у граждан была потребность. Почему? Потому что все эти социальные меры поддержки в нашей стране не распространяются на каждого гражданина. Они недоступны общей массе населения. То есть правительство, типа помогая гражданам, на самом деле лукавит. Оно рисует критерии нуждаемости таким образом, чтобы большинство российских граждан не могло попасть под эти категории. Если, условно говоря, вы молодой человек, который там закончил институт, который смотрит в будущее там с какими-то многообещающими перспективами, приходите в банк и говорите, я вот посмотрел, президент заявлял, что я могу под 7% взять ипотеку, а вам говорят, у вас дети есть? Нет. А у вас доход соответствует вот такой норме? Нет. Вы готовы 90% от стоимости квартиры погасить первоначальным взносом? Вы говорите, у меня нет столько денег. Значит, вы льготной ипотекой воспользуетесь? Можете, конечно, но не под 7%, на который вы рассчитывали, а под 12%. Вы говорите, подождите, а где тут льготная ипотека? Они говорят, ну, у нас в среднем ипотека, если вот вы придете не по льготным условиям, сколько? 14%. То есть, если вы, условно говоря, считаете, что вы не по 14%, а по 12% возьмете, для вас это не льготная ипотека, ну, тогда идите, берите по 14%. Сейчас, когда ставка Центрального банка увеличена до 20%, коммерческие банки берут эти деньги взаймы, как бы, в кредит, в долг у Центрального банка и суживают эти деньги, перепродают эти деньги гражданам по, соответственно, 20% плюс разницу, которую они сверху надбавят. Это не только их аппетиты заработать, это в том числе их издержки, а там реальные зарплаты, реальные аренды, налоги, есть различные какие-то операционные издержки, какие-то траты на офисные, какие-то, может, бумага, которая стоит полторы тысячи рублей, или бензин для автомобилей, который что-то там будет привозить туда. Ну, то есть, это полный уровень издержек и 2%, например, их надбавок. В результате они ипотеку будут давать под 25%. Ну, естественно, 25% это нереальная цена. Люди не будут брать деньги в ипотечные кредиты, потому что они не смогут платить по этим кредитам, учитывая, что они будут выдаваться на 20-30 лет. Ну, понимаете, да, то есть вы, если у вас будет 25% в год, и вы возьмете это на, к примеру, 20 лет, вы выплатите 5 стоимостей квартиры. Правильно я посчитал? Каждые 4 года 100% надбавки, да? Значит, если 4 года, 20 лет, это вы, например, взяли за 3 миллиона квартиру, вы выплатите, соответственно, 15 миллионов сверху. Вот такая вот математика, друзья. То есть тело кредита, которое будет разделено на 20 платежей, да, и, ну, там, тысячу, несложно посчитать, да, и, соответственно, сверху дополнительно четвертая часть в год, которая вам будет уплачиваться. То есть за 4 года это, каждые 4 года вы будете выплачивать в процентах стоимость кредита, которую вы взяли. Ну, ни один человек на это не пойдет. Даже в страшном отчаянии это на уровне пойти взять займ в микрофинансовой организации, где в случае двух дней просрочки ты должен будешь отдать почку свою, да, или там две фаланги, да, со своей руки. В общем, для того, чтобы дать гражданам какой-то выход, они говорят, под 25% можете не брать, возьмите под 12%, это будет льгота, в два раза дешевле, чем на рынке. Ну, понятно, что под 20% вы не найдете, потому что банк, ну, в этом случае будет работать в убыток, да, но, тем не менее, если у вас нет критерий нуждаемости, то, вот, всех, о которых я сказал, да, то под 12% вам не отдадут. Вы можете взять под 14%, под 17%, и это будет гораздо дешевле, чем для всех остальных, которые вообще не имеют возможности, не проходят по этим критериям нуждаемости. Банк, естественно, в этом случае не будет работать в убыток, банк будет требовать у государства, говорить, раз вы подписали постановление, раз у вас есть решение власти, вы, пожалуйста, компенсируйте нам эту разницу. Мы вот отдали под 12%, а вы, соответственно, нам вот эти, там, условно говоря, 13%, которые мы в минус сработали, вы нам из бюджета пришлите. Вот такая вот математика, друзья. И, чтобы вы понимали, за прошедший 2021 год до 70% всех договоров на рынке жилья заключались по социальной ипотеке. С момента, когда, когда эту меру фактически отменили, юридически она есть, но 12% это нереально, а учитывая, что это минимум, и на нее будут рассчитывать, там, абсолютное меньшинство всех заемщиков, остальные будут брать дороже, понятно, что люди будут ждать, когда эта ситуация закончится, будут там как-то уживаться в своих нечеловеческих условиях, но будут терпеть и надеяться, что все-таки эта ситуация поменяется, да, чтобы всю жизнь не платить кабальные условия. Это остановит строительный рынок, это ударит по рынку жилья, потому что ипотека является единственным механизмом стимулирования потребительского спроса на строительном рынке. Если в Советском Союзе это были тресты, строительные государственные корпорации, которые имели полный цикл, соответственно, этих необходимых работ и подрядных каких-то, там, может быть, структур и сырья, которое производилось, да, стройматериалов, да, то есть это, ну, условно говоря, предприятие, авиационный завод. Вот у нас в Саратове был Саратский авиационный завод, да, САС. Там работало там до 70-80 тысяч человек. Огромные финансы, потому что это не акционеру шло, не собственнику, а это шло в государство. Но, тем не менее, за вычетом расходов. Но какие были расходы? Директор не мог сказать, вот я хочу отдых на Канарах каждый месяц, потому что его приехали из АБХСС, и его, к черту мать, арестовали. И если расходы могли быть, то это расходы на социальные нужды. Ну, например, поликлиника, больница, детский сад, школа, которая финансировалась за счет предприятия. Ну, вот как сейчас в совхозе имени Ленина у Павла Николаевича Грудинина. Он взял, взяли, вместо того, чтобы положить деньги в карман и сказать, что мы акционеры, нам по закону это можно, они взяли и построили школу. Ну, и сами ее, соответственно, там детский сад сами их обеспечивают, сами асфальт там кладут, освещение меняют, там, ну, в общем, полный цикл, да, и финансы, которые нужны для обслуживания, обеспечивают. Помимо этого, этот саратский авиационный завод строил жилье для своих работников, потому что им было нужно дополнительно мотивировать свои кадры. Ну, согласитесь, если вы будете знать, что вы через три года получите жилье свое, блин, ну, вы будете с большим энтузиазмом на работу ходить, да? Это, блин, ну, я думаю, любого человека бы это вдохновило. И вот это жилье строил трест, который создавался этим предприятием и финансировался за счет его. Это и заводы ЖБК, и техник, которая закупалась, грузовая, там, бетонмешалки, краны и так далее, и огромное количество работников. И они строили это жилье за государственный счет и отдавали работникам, которые заслужили, ну, собственно, свои активные, ну, не знаю, долгом службы свои, да? На сегодняшний момент такой практики нету, гражданам жилье не дают. Осталась единственная возможность либо поднять уровень благосостояния людей, чтобы они могли накопить, либо отдавать им в кредитную кабалу, загоняя их в эту удавку на 20-30 лет. И мы видим, да, может ли сегодня мое поколение или ребят помладше накопить себе на жилье? Ну, может быть, процентов 5 населения может. А остальные, да, к сожалению, находятся в кредитном рабстве. Я сам очень много лет, собственно, видел, да, что такое ипотечная квартира, вот, и понимаю прекрасно, насколько это бьет и по вопросам демографии, потому что, ну, люди большую часть денег отдают в банк, да, и, соответственно, по моральному вот этому здоровью, да, в целом, да, настроению общества. Поэтому то, что мы залезли в ипотеки на 12 триллионов рублей, мы должны понимать, что эти люди будут, ну, просто жить в аду, в постоянных долгах перед банком. И те, в свою очередь, будут потирать руки и говорят, отлично, представляете, это же просто вопрос порабощения. То есть вы можете миллионы людей на 30 лет сделать своими рабами. Взять государственные деньги налогоплательщиков у Центрального банка, а у него только государственные деньги, только то, что принадлежит народу, и отдать народу за сумасшедшие кабальные условия, которые будут позволять 30 лет брать практически все у этих же налогоплательщиков. Гениальная схема, просто. Механизм порабощения народов стран третьего мира, вот что такое ипотека. Редактор субтитров А.Семкин